Здравствуйте, друзья! Вообще, вопрос о том, насколько врут, насколько честны или правдивы люди, рассказывающие об Америке, о своей жизни в Америке, вообще, ну, в целом, так сказать. Вот, насколько они врут, и насколько это правда, насколько можно им доверять. Мы, с одной стороны, понимаем, что субъективно люди рассказывают там, и даже если, может быть, это не совсем правда, или, может быть, он не всю правду рассказывает, что, на самом деле, так и должно быть, человек не должен всю правду рассказывать, есть вещи, которые просто нельзя рассказывать, не потому что что-то, ну, и он хочет кого-то обмануть, ну, просто завязаны другие люди, не всегда можно так вот прям все выложить. Дальше, что некоторые вещи, ну, ему неприятно, может быть, неудобно, там, ну, бывает, бывает, такие большие герои, знаете, иногда бывает, да, примеров много тому. Но, значит, не буду сейчас примеры, расскажу просто конкретный такой случай. Пишет мне человек, оттуда, ну, не отсюда, а оттуда, пишет человек, парень молодой, значит, и говорит, вот, Михаил, смотрю я ваш канал, говорит он, и думаю, неужели вот люди, которые у вас там рассказывают, неужели они все-все врут? Все и все, вот все неправда, потому что не знаешь, кому верить, и не то, что у нас обмен идет, он просто пишет, и я рассказываю дальше, как эта мысль к нему в голову пришла, он говорит, потому что, я, говорит, как сужу, говорит он. Вот они все говорят вам, что вы выглядите хорошо и явно моложе своих лет. А мне 62 года, вы можете, вот, пожалуйста, можете сейчас вы меня видеть, значит, я даже не хочу сказать, что я как-то уже прям совсем моложавый, потому что когда у меня рожа трещала год назад, до похудения, я явно выглядел моложе. Но, с другой стороны, я обратно не хочу, конечно, это, я лучше с этим поработаю пока. Так вот, к чему я говорю, что, говорит, а они вам все говорят, что вы выглядите моложе, то есть явно врут, то есть, ну, видно, что врут. И он говорит, значит, если они с этим врут, так они, наверное, и со всем остальным тоже врут, но если человек вообще все время врет, так он же не может просто врать, понимаете, если уже он не врет, так он все время не врет, а если он врет, то он, наверное, все время врет. Ну, то есть, где, как, ну, даже он не то, что, говорит, как отличить правду от вранья, он говорит, неужели все, вот, что они рассказывают, все и врут. Да, друзья, в общем-то, врут. Вот, и я хочу сказать, что вот Троцкий Лев Давыдович, он тоже все врал. Ленин, правда, говорил, Троцкий врал. Вот, история их рассудила. Знаете, одного ледорубом, другого врачи там, ну, или там как он, не знаю, поди знай, скрывают как, ну, в общем, тоже непросто. И вот, но, в общем, мы взалеем. Поэтому, друзья, вот так, вот так все врут. А кто-то правду говорит, но мы об этом не узнаем. И будем думать, что он врет. А кто-то будет врать, а мы будем думать, что он говорит правду. Как жить? Включать, включать. Вот, когда есть что? Берешь и включаешь. Ну, и даже когда нет, тоже включаешь. Другое дело, что результат такой, может быть. Неожиданный, но, но все равно, включайте, тренируйте этот, это вот, механизм. И все. Надо тренировать, друзья, надо, надо тренировать. Это механизм такой, знаете, полезный. Не случайно же нам его дали от природы, понимаете, надо тренировать. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...